Теплее и комфортнее становится в домах сельских жителей, которые уже успели воспользоваться проектом социальной газификации. Президентская программа в целом рассчитана на обеспечение загородных домов голубым топливом при минимальных затратах жителей. И если раньше для обогрева жилища и приготовления пищи многим селянам приходилось пользоваться электричеством и твердым топливом, а еще и прибегать к двухтарифным счетчикам в целях экономии, то сейчас их жизнь приобрела новые краски. Вода горячая, вы не представляете, какая кипяток идет. И дешевле все. Это самое главное для пенсионеров. Мы очень благодарны нашему правительству, государству и местному, и неместному, всем за то, что они провели такую большую работу по оснащению нашего поселка. Давайте скажем, здесь больше всего играет экономическая часть. То есть, как бы мы ни говорили, электричество – это очень чистая энергия, но мы, наверное, к ней еще не подошли, чтобы мог каждый обыватель ей пользоваться. Не будем сказать, а газ более доступен. Да, по цене, именно по цене. И за это я и перешел на газ. Для бесплатного подведения голубого топлива к участку надо совсем немного. Заключить договор с МОЗ «Облгазом», провести в доме разводку отопления и обустроить дымоход. Заплатить придется лишь за работы внутри двора и в доме. Выполнение этих самых работ долго ждать не придется. Может, за редкими исключениями, когда непредвиденные сложности несколько растягивают сроки. Сама работа проведена очень быстро. Но здесь было исключение. Наша труба, которая проходит рядом с участком, она была коммерческая. И отсюда не могли мы подсоединиться сразу. Были судебные производства, дело было. После чего, когда суды все прошли, то есть это заняло еще 4 месяца, даже чуть больше. Вот считайте. Значит, с 1 ноября мне был звонок, то, что нашу улицу могут газифицировать. Я сразу подал документы. В ноябре мне все проложили работы по вводу в дом и внутри раскладку все. И потом ждали решения суда. Как решение суда прошло в мае, в июне последние прошли проплаты с моей стороны. И ждал, когда будет пуск газа. По требованиям программы, наличие частного газопровода не должно становиться преградой для бесплатной газификации населенного пункта. Если в населенном пункте располагается частный газопровод, то подключение до границы земельного участка будет бесплатным, при условии наличия согласия собственника этого газопровода. Нередко жители садовых некоммерческих товариществ задают вопросы о возможности бесплатного проведения голубого топлива. СНТ воспринимается как единый собственник участка, на котором оно расположено. Садоводческие некоммерческие товарищества будут участвовать в этой программе, но при условии, что СНТ сами входят в границы ранее газифицированных населенных пунктов. По проекту на территории городского округа Воскресенск запланирована газификация 58 населенных пунктов. Уже получили газ в дом жители 49 поселков и деревень. К завершению программы будет проложено более 150 километров газопровода. Около 100 тысяч хозяев домовладений получат возможность отапливать свои жилища газом. Стать участником программы просто. Достаточно обратиться в МОЗ «Облгаз» лично в офис или через официальный сайт. И далее по инструкции. Юлия Теунова, Новости Искровект.